Всем привет, с вами Полтим и вышла iOS 13 Beta 7. Шестая бетка вышла совсем недавно и это была чистая формальность. Дело в том, что в день выхода iOS 13 Beta 6 была презентация у Samsung. Apple, чтобы отвлечь внимание, выпустила шестую бету, которая была просто полна багов и вообще не рекомендовалась к установке. iOS 13 Beta 7 это заплатка для шестой бетки, так что ее можно ставить. Она работает достаточно хорошо и я предлагаю посмотреть на все, что там есть нового. Не забудь оценить видео пальцем вверх, ведь мне приятно видеть твою поддержку и напиши комментарии, на какой бете ты сейчас находишься и все ли у тебя хорошо. Это будет полезно для тех людей, которые хотят установить бету. Во-первых, исправили баг, который был найден в шестой бете, он очень мешал геймерам. Если тремя пальцами одновременно нажать по экрану, то в шестой бете влазила эта панель инструментов из заметок. В седьмой бете, если нажимать тремя пальцами, то этот баг пофиксили. Теперь в играх, особенно в PUBG или в что-то таком, этой проблемы больше не будет. Да в целом в шестой бете я также этого не замечал, видимо зависит от устройств. На некоторых есть, на некоторых нет. Например, у меня такого бага не было. Apple снова добавила нормальную прозрачность для папок, то есть вы можете видеть, что все точно так же, как в iOS 12. В шестой бете, например, она была полностью прозрачная. Такое впечатление, что программы просто висели на рабочем экране. Выглядело так себе. Ну, теперь окей. Всеми ожидаемый ночной режим пытаются засунуть во все элементы системы. Теперь он появился в пункте управления и будет теперь еще жить там. Еще с ползунком регулировки громкости никак не могут определиться. Теперь там снова 16 градаций. Не знаю, мне кажется, было удобнее, когда их было меньше. Или если зажать кнопку, чтобы они как бы на максимум или на минимум быстро переключались. 16, ну, мне кажется, это очень много. В шестой бете были проблемы с динамическими обоями. Их просто не было видно, там были какие-то серые заплатки. То есть, ребят, реально, как вы понимаете, шестая бета, это была какая-то ошибка. То есть, это было, чтобы чуть-чуть испортить инфоповод для Самсунга. А вот седьмая бета, это уже реально хорошая прошивка, которую стоит поставить и попользоваться. Потому что до выхода релиза остается не так много бет. Люди все продолжают спрашивать, как там дела с 3D Touch. Уже и лучше Apple фиксит эту проблему. Видимо, хейт, который летит из интернета по поводу удаления 3D Touch из iOS, все-таки доходит до ребят из компании, и 3D Touch потихоньку возвращается. Apple перерисовывает некоторые менюшки для стандартных приложений, для 3D Touch именно. И в целом 3D Touch начинает работать, как он и работал в iOS 12. Так что это будет реально хорошей новостью для тех людей, которые уже думали ненавидеть яблочную компанию за удаление 3D Touch. Касательно производительности системы, здесь есть некоторые вопросы именно к старым устройствам. Если у вас восьмерка и выше, там десятка, 10S, 10S Max, у вас все будет хорошо. iOS пилится именно для нового телефона, который выйдет в сентябре, но также последние айфоны должны работать хорошо. Но что-то происходит со старыми гаджетами по типу 6S. Там некоторые люди замечают нагрев устройства, который непонятно чем вызван. Так что если, ребята, у вас старое устройство и вы накатили iOS 13 Beta 7, напишите в комментариях, как у вас дела именно с нагревом и производительностью системы на старых устройствах. Нагрев влияет на батарейку, так что это все будет заметно, если у вас будут какие-то проблемы. Но в целом, что можно сказать о общей производительности, все достаточно хорошо. В системе не замечаются таких серьезных лагов, и приложения открываются быстро, то есть как это было в 12-й системе. То есть с этим вы не будете в целом испытывать никаких проблем. По аккумулятору здесь все та же история. На новых устройствах это реально хорошая обнова, которая уже даже чем-то напоминает релиз, если брать именно батарею. На старых устройствах из-за нагрева какого-то непонятного батарейка может садиться намного быстрее, потому что устройство греется. Так что тут опять же 50 на 50. Достаточно спорно, но на других устройствах выглядит очень хорошо. То есть тут уже будет зависеть именно от того устройства, которое у вас на руках. То есть вот такие вот дела, вот такая вот iOS 13 бета 7. На этом все, ребят. Если вы хотите еще видео на новые беты, которые будут выходить в будущем, ставьте палец вверх, пишите в комментариях свое мнение о бете и ждете ли вы iOS 13. Подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok